Представляем несколько наиболее вредных заблуждений, превращающих купание новорожденного из приятного ритуала в настоящую обузу для всей семьи. Первое. Купать новорожденного малыша нужно только в кипяченой воде. Большинство педиатров, которым относится известный и любимый многими мамами доктор Комаровский, убеждены, для купания новорожденного можно и даже нужно использовать обычную воду из-под крана. Даже такой кроха не нуждается в подобном уровне стерильности. Единственное, что тут нужно помнить, купание запрещено до того момента, пока не заживет пупочная рамка. А в остальном не усложняйте себе жизнь кипячением ведер и кастрюлек с водой. Ваш малыш в этом не нуждается. Второе. В воду для купания новорожденного нужно добавлять марганцовку. Никакой необходимости в этом нет. Антисептический эффект подобного слабого раствора стремится к нулю. Пермагонат калия или марганцовка сушит и красит кожу, его легко передозировать и даже совсем слабые растворы при попадании в глаза крохи могут вызвать химический ожог. Если уж очень хочется что-то добавить в воду, то пусть это будет настой череды. Но и в этой добавке особого смысла при купании новорожденного нет. Третье. Вода для купания новорожденного должна быть не меньше 37 градусов. Оптимальная температура для первых процедур купания составляет 33-34 градуса. Хотя безусловно малыш способен выдержать погружение в воду нагретую до 37-38 градусов. Но пользы и положительных эмоций ему это не принесет. Если вы хотите, чтобы ребенок расслабился и полюбил саму процедуру купания, не пытайтесь его распарить в воде. Теория, что при температуре 37-38 градусов растворяются поверхностные жиры, раскрываются поры и кожа младенца очищается, хороша для обладателей угревой сыпи на лице. Кожа ребенка к этому отношения не имеет. Четвертое. При купании нужно опасаться попадания воды в уши младенца, иначе будет атит. Вода через уши не сможет попасть в вистахевую трубу, которая и является причиной атитов у малышей. За эту проблему ответственна заложенность носа. Разумеется, специально лить воду в уши младенцу не стоит, но и пытаться всеми способами удерживать голову малыша в такой позе, чтобы уши, не дай бог, не оказались в воде, излишняя предосторожность. Более того, с помощью воды ушки ребенка лучше очищаются от излишней физиологической ушной серы без вашего участия. Единственные части тела, которые не следует погружать в воду, это нос и рот ребенка. Пятое. Купать новорожденного следует вечером перед сном. Считается, что малыши после купания расслабляются и настраиваются на кормление и сон. Однако есть и такие детки, которых купание наоборот возбуждает. Они становятся капризными, не хотят засыпать, отказываются кушать. Подобных детей примерно один из десяти. Если есть подозрение, что вам достался как раз такой кроха, перенесите процедуру на утро или день. Нет никакого здравого смысла в том, чтобы упорно купать малыша вечером, если это не идет на пользу его нервной системе и спокойствию всей семьи. Педиатры рекомендуют применять специальные средства для купания малыша не чаще одного-двух раз в неделю. Пока кроха не активен в более частом их применении, необходимости нет. Это не относится к процедуре подмывания, которую проводят под проточной водой с детским мылом или гелем для тела.